Здравствуйте, дорогие мои! Я думаю, что вы все уже давно заждались и мы с вами не будем откладывать на дальнее время. Давайте сейчас сразу и начнем и продолжим нашу интереснейшую историю про принца. Итак, глава седьмая. На пятый день опять-таки благодаря барашку я узнал секрет маленького принца. Он спросил неожиданно без предисловий. Точно пришел к этому выду после долгих молчаливых раздумий. Если барашек ест кусты, он и цветы ест. Он ест все, что попадется. Даже такие цветы, у которых шипы? Да. И те, у которых шипы. Тогда зачем шипы? Этого я не знал. Я был очень занят. В моторе заел один болт и я старался его отвернуть. Мне было не по себе, положение становилось серьезным. Воды почти не осталось и я начал бояться, что моя вынужденная посадка плохо кончится. Зачем нужны шипы? Затав какой-нибудь вопрос, маленький принц уже не отступался, пока не получал ответа. Неподатливый болт выводил меня из терпения и я ответил на бум. Шипы ни за что не нужны. Цветы выпускают их просто от злости. Вот как? Наступило молчание. Потом он сказал почти сердито. Не верю я тебе. Цветы слабые и простодушные и они стараются придать тебе храбрости. Они думают, если у них шипы, их все боятся. Я не ответил. В эту минуту я говорил себе, если этот болт и сейчас не поддастся, я так стукнул по нему молотком, что он разлетится в дребезги. Маленький принц снова перебил мои мысли. А ты думаешь, что цветы? Да нет же, ничего я не думаю. Я ответил тебе первое, что пришло мне в голову. Ты видишь, я занят. Серьезным делом. Он посмотрел на меня в изумлении. Серьезным делом? Он смотрел на меня перепачкано смазочным маслом с молотком в руках и я наклонился над непонятным предметом, который казался ему таким уродливым. Ты говоришь, как взрослый, сказал он. Мне стало совестно. А он беспощадно прибавил. Все ты путаешь, ничего не понимаешь. Да, он не на шутку рассердился. Он тряхнул головой и ветер расстрепал в золотые волосы. Я знаю одну планету. Там живет такой господин с багром лицом. Он за всю свою жизнь ни разу не понюхал цветка, ни разу не поглядел на звезду. Он никогда никого не любил и никогда ничего не делал. Он занят только одним. Складывает цифры. И с утра до ночи твердит одно. Я человек серьезный. Я человек серьезный. Совсем как ты. И прямо раздуваются от гордости. А на самом деле он не человек. Он гриб. Что? Гриб. Маленький предс даже побледнел от гнева. Миллионы лет у цветов растут шипы. И миллионы лет барашки все-таки едят цветы. Так неужели же это не серьезное дело понять, почему они изо всех сил стараются отрастить шипы, если от шипов нет никого толку? Неужели это не важно, чтобы барашки и цветы воюют друг с другом? Разве это не серьезнее и не важнее, чем арифметика толстого господина с багровым лицом? А если я знаю единственный в мире цветок, он растет только на моей планете. И другого такого больше нет. А маленький барашек в одно прекрасное утро вдруг возьмет и съест его. И даже не будет знать, что он натворил. И это все, по-твоему, не важно? Он густо покраснел, потом снова заговорил. Если любишь цветок, единственный, какого больше нет. Ни на одной из многих миллионов звезд этого довольно. Смотришь на небо, и ты счастлив. И говоришь себе, где-то там живет мой цветок. Но если барашек его съест, это все равно, как если бы все звезды разом погасли. И это, по-твоему, не важно? Он больше не мог говорить. Он вдруг разрытался, стемнело. Я бросился в работу и думал забыть про заполученный болт и молоток, про жажду и смерть. На звезде, на планете, на моей планете по имени земля плакал маленький принц. И надо было его утешить. Я взял его на руки и стал боюкать. Я говорил ему, цветку, который ты любишь, ничто не грозит. Я нарисую этому барашку на мордник. Нарисую для твоего цветка броню. Я не знал, что еще ему сказать. Я чувствовал себя ужасно неловким и неуклюжим. Как позвать, чтобы он услышал, как догнать его душу, ускользающей от меня. Ведь она такая таинственная и неизведанная, эта страна слез. Голова восьмая. Очень скоро я лучше узнал этот цветок, и на планете маленького принца всегда росли простые, скромные цветы. У них было мало лепестков, они занимали совсем мало места и никого не беспокоили. Они раскрывались поутру в крови и под вечер увидали. А этот пара рос однажды из зерна, занесенного неведомо откуда. И маленький принц не сводил глаз крохотного ростка, не похожего на все остальные ростки и былинки. Вдруг это какая-нибудь новая разновидность Баобаба, но кустик быстро перерастал тянуться ввысь, и на нем появились бутоны. Маленький принц никогда еще не видел таких огромных бутонов и предчувствовал, что увидит чудо. А неведая гостя, скрытая в стенах своей зеленой комнатки, все готовилось, все прихорашивалось. Она заботливо подбирала краски. Она наряжалась неторопливо, один за другим, примеряя лепестки. Она не желала явиться на свет встрепанная, точно какой-нибудь маг. Она хотела показаться во всем блеске своей красоты. Да, это была ужасная кокетка. Таинственные приготовления длились день за днем. И вот однажды, утром, едва зашло солнце, лепестки раскрылись. И красавица, которая столько трудов положила, готовясь к этой минуте, сказала Позелой. Ах, на силу проснулась. Прошу извинить, я еще совсем растрепана. Маленький принц не мог сдержать восторга. Как вы прекрасны. Да, правда? Был тихий ответ. И заметьте, я родилась вместе с солнцем. Маленький принц, конечно, загадался, что, удивительно, гостья не страдает избытком скромности. Зато она была так прекрасна, что дух захватывала. А она вскоре заметила. Кажется, пора завтракать. Будьте так добры, позаботьтесь обо мне. Маленький принц очень смутился, разыскал лейку и полил цветок с ключевой водой. Скоро казалось, что красавица горда и обидчива. И Маленький принц совсем с ней измучился. У нее было четыре шипа. И она однажды, она сказала. Пусть приходят тигры. Не боюсь их когтей. На моей планете тигры не водятся, распродил Маленький принц. И потом тигры не едят траву. Я не трава, тихо заметил цветок. Простите меня. Нет, тигры мне не страшны, но я ужасно боюсь сквозняков. У вас нет ширмы? Растение боится сквозняков. Очень странно, подумал Маленький принц. Какой трудный характер у этого цветка. Когда настанет вечер, накройте меня колпаком. У вас тут слишком холодно. Очень неуютная планета. Там, откуда я прибыла, она не договорила. Ведь ее занесло сюда, когда она была еще зернышком. Она ничего не могла знать о других мирах. Глупо лгать, когда тебе так легко уличить. Красавица смутилась, потом кашлянула раз-другой, чтобы Маленький принц почувствовал, как он перед ней виноват. А где же ширма? Я хотел потеть за ней, но не мог же я вас не дослушать. Тогда она закашляла сильнее. Пускай его все-таки помучат совесть. Хотя Маленький принц и полюбил прекрасный цветок и рад был ему служить, но вскоре в душе его пробудилось сомнение. Пустые слова он принимал близко к сердцу и стал чувствовать себя очень несчастным. Напрасно я ее не слушал, доверче сказал он мне однажды. Никогда не надо слушать, что говорят цветы. Надо просто смотреть на них и дышать их ароматом. Мой цветок напоил благоуханием всю мою планету, а я не умел ему радоваться. Эти разговоры о когтях и тиграх. Они должны были меня растрогать, а я разозлился. И еще он признался. Ничего я тогда не понимал. Надо было судить не по словам, а по делам. Она дарила мне свой аромат, озаряла мою жизнь. Я не должен был бежать за этими жалкими хитростями и уловками. Надо было угадать нежность. Цветы так непоследовательны. Но я был слишком молод. Я еще не умел любить. Глава девятая. Как я понял, он решил странствовать с перелетными птицами. В последнее утро он старательно и обычно прибрал свою планету. Он заботливо прочистил действующие вулканы. У него было два действующих вулкана. На них очень удобно по утрам разогревать завтрак. Кроме того, у него был еще один потухший вулкан. Но, сказал он, мало ли что может быть случится. Поэтому прочистил и потухший вулкан тоже. Когда вулканы аккуратно чистишь, они горят ровно и тихо, без всяких извержений. Извержение вулкана – это все равно, что пожар в печной трубе, когда там загорится сажа. Конечно, мы люди на земле слишком малые и не можем прочищать наш вулкан. Вот почему они доставляют нам столько неприятностей. Потом маленький принц не без грусти вырвал последние ростки Баобаба. Он думал, что никогда не вернется. Но в то утро привычная работа доставляла ему необыкновенное удовольствие. А когда он в последний раз полил чудесный цветок и собрался накрыть колпаком, ему даже захотелось плакать. «Прощайте», – сказал он. Красавица не ответвила. «Прощайте», – повторил маленький принц. Она кашлянула. «Но не от простуды». «Я была глупая», – сказала она наконец. «Прости меня и постарайся быть счастливым». И ни слова упрека. Маленький принц очень удивился. Он застыл, растерянный, со стеклянным колпаком в руках. «Откуда тихая нежность?» «Да, да, я люблю тебя», – услышал он. «Моя вина, что ты этого не знал. Да это и не важно. Но ты был такой же глупый, как я. Постарайся быть счастливым». «Оставь колпак, он мне больше и не нужен». Но ветер. Не так уж я простужена. Ночная свежесть пойдет мне на пользу. Ведь я цветок. Но звери, насекомые. Должна же я стерпеть двух-трех гусениц, если хочу познакомиться с бабочками. Они, наверное, прелестны. А кто же станет меня навещать? Ты ведь будешь далеко. А больших зверей я не боюсь. У меня тоже есть когти. И она в простоте душевной показала свои четыре шипа. Потом прибавила. «Да не тяни же, это невыносимо. Решил уйти, так уходи». Она не хотела, чтобы маленький принц видел, как она плачет. И это был очень гордый цветок. Ну вот, на сегодня мы с вами закончили. И я всех вас жду завтра с нетерпением. Давайте, приходите. Субтитры создавал DimaTorzok